Третий раз за решетку. Именно это ждет 53-летнего жителя Шепетовского района Хмельницкой области за совершение очередного двойного убийства. Последними жертвами преступника стали 64-летний мужчина и его сожительница. В жилом доме обнаружены трупы хозяина и хозяйки данного жилого дома с телесными повреждениями. Местные жители были очень напуганы, когда злоумышленник вышел из тюрьмы, потому что в прошлый раз, как только он оказался на свободе, убил свою жену и тещу. Тогда мужчину приговорили к расстрелу. Правда, потом приговор заменили на 20 лет заключения. Боялась, еще и очень боялась. А если бы пришел ко мне и меня забил? Пенсионеров мужчина убил не случайно, считают милиции. Еще в начале 90-х преступник обокрал их, за что и был задержан впервые. Тогда потерпевшие дали свои показания в суде. И, вероятно, за это рецидивист решил их наказать. Правоохранители довольно быстро вышли на след убийцы. Мы пришли рано на работу. И нам сказали, что убил два человека и скрывается в лесу. И мы вместе с полицией совершили рейд по лесу. Как вышли из леса, увидели, что он убегает по полю. Начали догонять. Подозреваемый, как говорится, не сдался без боя. Вытащил нож и пытался задеть полицейских. Неоднократно я его предупреждал о возможности применения нестрельного оружия. Угрозы беглеца не остановили. И патрульный был вынужден стрелять. На данный момент средняя степень тяжести. Состояние стабильное. После больницы мужчину ждёт суд. Сколько ему дадут на этот раз, покажет время. Но уже очевидно, что тюрьма его не исправит, считают специалисты. Что касается патрульного, который задержал подозреваемого в убийстве, по факту использования огнестрельного оружия также открыли уголовное производство.